Международный день инвалидов Времени перенесли форум в онлайн, но от этого он не стал менее популярным. Наоборот, откликнулись те, кто ни разу не принимал участие. И список лауреатов пополнился новыми именами. Это и творчество, это стихи, песни, танцы, это рукоделие. Мы очень переживали и думали, кто же все-таки у нас лидер. Потому что лидера абсолютно все не видят, но вяжут. И вяжут причем такие шедевральные вещи, что любой здоровый человек просто может позавидовать и научиться у этого сильного человека. Этот сильный человек – Светлана Борисова. Она инвалид по зрению с детства. И это не мешает ей творить. Мастерица виртуозно владеет крючком и спицами. Женщина из ниток создает особый мир – добрый, светлый, позитивный. Я в детстве пыталась, бабушка носки учила вязать. А вот в 2011 году я поехала в Бийск на реабилитацию профессиональную. И вот там я научилась по профессии, стала переплетчиком. А в свободное время и факультативно я начала вязать. Особенно крючок я вообще не умела. Но мне, как слепому человеку, больше нравится крючок. Светлана Петровна осваивала рукоделие по специальной литературе. Первым большим полотном в прямом и переносном смысле стал плед на диван. Освоив крючок, взялась за спицы. Вяжет все, что нравится. К изделиям подходит с фантазией. А еще Светлана Борисова превосходно читает стихи. Выткался над озером алый цвет цари. На бору со звонами плачут глухари. Плачет где-то Иволга, схранясь в дупло. Только мне не плачется. На душе светло. Талантливая Оренбурженко стала лауреатом фестиваля «Вместе мы сможем больше» номинации «Умелые руки творят чудеса». Нам про Светлану Петровну сказали, что у нее появилось такое увлечение. Потому что она у нас на соцобслуживании стоит довольно давно. И мы предложили ее, и она согласилась. Сила таланта помогает победить любые недуги. А красота, которую в мир несут люди, подобные Светлане Борисовой, спасает его, делает крепче и жизнерадостнее.